ДИЗЕЛИ Здравствуйте! Дизели бывают разные. Одни возят мусор, другие выигрывают гонки в Лимане. Одни, сжигая тонны солярки, на время штурмуют пустыни, другим нужно, сэкономив максимальное количество топлива, доставить ширпотреб за тысячи километров. Мечта любого серьезного конструктора соединить высокий крутящий момент дизеля и его экономичность с, возможно, действительно спортивным задорным характером. Самое главное, научить дизель этому. Пожалуй, в этом деле наиболее далеко продвинулись баварские моторостроители из BMW, предложив на сегодняшний день, на мой взгляд, один из самых совершенных турбодизелей. Мотор аж с тремя турбинами. Возможности этого двигателя оказались таковы, что он стал первым дизелем, которому присвоили волшебную буковку М, обозначающую самые мощные, самые заряженные, самые технически продвинутые версии баварских автомобилей. Так появилась новая линейка BMW M-Perform. Ее первенцем, который выходит в большую жизнь, так сказать, вливается в поток, стал BMW X6 M50D. Он дебютирует в российском рынке, и именно он станет объектом нашего сегодняшнего внимания. Но для начала немножко из предыстории вопроса. Линейка M-Performance была засвечена на Женевском мотор-шоу 2012 года. Причем хедлайнером новой серии была пятерка – седан M550D. Однако ближе к осени, к началу производства, заказы стали принимать на X6. Вернее, на ее версию под индексом M50D. Но это не суть. Главное, что новинка сразу попала в поле зрения не только, а может быть даже и не столько специализированной автомобильной прессы, сколько качественного глянца. BMW-шные пиарщики подсуетились в новом направлении. Конечно, время идет, и структура нашей клиентской базы немного меняется. Не все те, кого мы считаем M-сообществом, люди с бензином в крови, кистые гонщики. Но все не любят наши автомобили, и мы следуем раз и навсегда выбранной идеологии. Мы даем чистокровный инжиниринг, помноженный на надежность, безопасность и ресурс. Но с течением времени меняются технологии, так что атмосферные моторы уступают место двигателям с нагнетателями, а бензиновая линейка дополняется дизельной. Мы угадали с M-Performance. Понимаете, это то, что стоит как бы между бескомпромиссными M-версиями, и топовыми гражданскими моделями. При этом в автомобиль не вносятся столь радикальные изменения, как в M-ке, так что здесь мы можем сохранить и стандартный полный привод, и стандартные автоматические коробки, использовать, как уже упоминалось выше, дизельные двигатели. И в результате мы получили то, на что спрос пока уверенно превышает предложение. Посмотрите наш портфель заказов. Так что решение запустить новую линейку M-Performance оказалось очень правильным и своевременным. BMW X6 X-Drive M50D. Объем двигателя 2,9 литра. Мощность 381 лошадиная сила. Крутящий момент 740 ньютон-метров. Максимальная скорость 250 км в час. Разгон до сотни с места занимает всего 5,3 секунды. Расход топлива в смешанном цикле составляет 7,7 литра на 100 км пути. Я уже давно привык к тому, что современный дизель практически невозможно опознать по звуку. Ну, шелестит себе что-то там такое впереди. А настроенный выхлоп тоже не дает никакого представления. Звериный рык, он звериный рык. Отнюдь не диетический. И тут уже не важно, каким мясом питается зверь. Иногда выручает шкала тахометра. Вот смотришь на нее и понимаешь. Да, красная зона начинается с 4-4,5 тысяч оборотов. А это значит, что там под капотом мотор, работающий над тяжелым топливом. Но красная зона оборотов дизеля, трехтурбинного дизеля от BMW M Performance, начинается с 5,5 тысяч. И это характеристики многих современных бензиновых моторов, пусть и не очень продвинутых. Причем в данном случае речь идет не о декларации. До этих оборотов этот мотор вполне способен раскрутиться. Более того, планк крутящего момента теоретически такова, что все 750 ньютон-метров будут реализовываться аж до поросячьего визга. При этом сразу вспоминается замечательное американское выражение. Лошадиные силы помогают продавать автомобили. А вот крутящий момент выигрывает гонки. Да, безусловно, момент в динамике автомобиля первичен. Он ее определяет. И в этом смысле драйв, ощущение бреющего полета, особенно на разгоне. В случае с М-Пеформанс ни в коем случае не уступает полноценным настоящим М-Кам. Но что касается мощности, то 381 лошадиная сила может показаться не очень выдающимся результатом лишь на фоне 555 тех самых настоящих М-очных бензиновых лошадиных сил. А для дизеля 381-я это вот за глаза. Но при всем при том, электроника позволяет очень грамотно сдерживать порыв, сдерживать чрезмерную агрессию, на которую способен вот этот силовой агрегат. Даже если для пущего эффекта мы нажмем кнопочку «Спорт» и переведем автомобиль в более активный режим, то есть передачки начнут переключаться у нас на более высоких оборотах, руль теоретически должен немножко потяжелеть, педаль акселератора стать более отзывчивой. Все равно. Все под контролем. Электроника вовремя подтормозит нужное колесо, исправив ошибку водителя и направив машину на нужную траекторию. А полный привод поможет. Активный полный привод X-Drive, перераспределив момент между осями. При этом электронно управляемые амортизаторы будут активно сопротивляться кренам, создавая полную иллюзию движения по гоночному треку практически на формульном болиде. Ну разве что под колесами не хватает столь желанных сейчас цветных красно-белых или бело-голубых отбойников. И в этом смысле ты понимаешь, насколько четко, насколько точно попали BMW-шные маркетологи в свою нишу. Ведь M-Performance, он и сделан для того, чтобы можно было тешить свое самолюбие человеку, который, ну скажем так, не очень продвинут именно в спортивном вождении, в экстремальном вождении, который не мнит себя настоящим гонщиком, но мнит себя активным водителем. Итак, система электронной стабилизации вкупе с системой активного полного привода X-Drive очень незаметно для человека, сидящего за рулем, подтормаживает колесики, перераспределяет момент между осями. И таким образом у пилотирующего сей псевдоболид возникает полное ощущение контроля над ситуацией. Ощущение того, что ты лучший. Чего, собственно говоря, и добивались маркетологи, вводя эту, в общем-то, на первый взгляд, абсолютно искусственную нишу. И именно поэтому мы вытащили эту машину не на гоночный трек, где было бы место настоящей бензиновой М-ки, а на узкие петляющие загородные дорожки. Но, как выясняется, именно их и используют ребята на тех самых тяжелых грузовиках, чтобы объезжать посты весового контроля. Несмотря на запрещающие знаки, несмотря на то, что по габаритам они иногда даже просто не вписываются в эти шпильки. Ёлки-палки, негде развернуться. И эти ребята, по-моему, окончательно играют на понижение. Понижение скорости, потому что сейчас просто мы возьмём и встанем. Да, друзья, поехали в город. Тем более, что смеркается. А BMW X6 M50T от M Performance будет не менее актуально смотреться на этой ярмарке тщеславия, обильно высвеченной рождественской иллюминацией. А в городе как-то вдруг не хочется спешить. Ведь чуть полоскаешь педаль газа правой ногой, а X6 M Performance так сыто заурчит и потащит вперёд неспешно. И начинаешь понимать вот этих сиборитов, которые укрываются в Монако от налогов и катаются по лазурному берегу на всяких Бентли и Феррарик с Мазератами. И при этом катаются неспешно, так, чтобы себя показать и на людей посмотреть. И эти ассоциации, скажу я вам, приходят на ум не случайно. Их провоцирует тот самый турбодизель, которому сегодня мы уже не раз пробили дифферамбы. Споём ещё раз заключительный. Ведь, как ни странно, благодаря своим трём турбинам вот этот хай-тэчный образец современного дизельного двигателя строения обрёл вновь черты старого доброго мотора на тяжёлом топливе. Собственно, теория, о которой мы говорили вначале, подтверждается практикой. Эти турбинки работают так, чтобы обеспечивать момент во всём диапазоне оборотов. И они исправили те недостатки, которые были присущи последние 10 лет дизельным моторам. По характеру они стали походить на бензиновые. Пропала тяга на низах. И вот она вернулась. Здравствуй, говорим мы. Здравствуй вновь. Добрый старый дизельный. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...